В Армении более недели продолжаются акции протеста качаряновских радикалов и реваншистов. Поначалу они обосновывали свое так называемое неповиновение тем, что армянский народ против подписания мирного договора с Азербайджаном и нормализации отношений с Турцией, называя это предательством нынешних властей. Но, как оказалось, созданное ими движение сопротивления на самом деле никакое не сопротивление. Реваншисты признали, что считаются с новой реальностью, установленной в регионе после победы Азербайджана. Армянская оппозиция, проводящая акции протеста, с требованием отставки премьер-министра Никола Пашиняна, не собирается отказываться от подписанных им заявлений по Карабаху, а также переговоров, инициированных его правительством. Такое заявление сделал один из лидеров протестного движения, представитель оппозиционной парламентской фракции Аэстан, человек Роберта Качаряна, Ишхан Сагателян. В связи с 9 ноября 2020 года, мы уже сказали, что это установленный факт, хоть он и неприемлем для нас. Мы не будем провоцировать войну. Мы не будем прекращать переговоры с Турцией и Азербайджаном. Не объявим войну, заявил Сагателян. Напрашивается вопрос. Тогда чего оппозиция бесятся на улицах, если признает новую реальность в регионе? Ответ на самом деле прост. Во-первых, они прекрасно понимают, что ничего сделать с ней они не смогут. А развязка новой войны со стороны Армении просто приведет к ее исчезновению с политической карты мира, ибо весь мир признал правоту Азербайджана в вопросе освобождения Карабаха от армянской оккупации. К тому же, воевать армянам нечем. Кочарян успешно разграбил армянскую армию, а Азербайджан разгромил ее в пух и прах во время 44-х дневной войны. Кочаряновцы постоянно ищут поводы лишь бы снести нынешнего премьера Никола Пашиняна и вновь прийти к власти, пустить в нее корни и продолжить грабить свой народ и страну, как это было ранее. Во-вторых, истина в том, что то, что предлагает Азербайджан для Армении, ей выгодно. Как минимум с экономической точки зрения, ибо подписание мирного договора, открытие Зангизурского коридора вдохнет жизнь в мертвую армянскую экономику. Это транзит, это новые региональные проекты, это инвестиции, результатами которых будет улучшение благосостояния населения страны. Кочарян и реваншисты это знают. Но о людях, стоит отметить, они конечно же не думают. У них другой интерес. Грабить уже возрожденную экономику. Вот чем объясняются нынешние протесты в Ереване. Что думаете вы? Пишите в комментариях. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал и вы всегда будете в курсе новых новостей. Субтитры сделал DimaTorzok